В осенне-зимний период начинается подъем острых респираторных заболеваний. В коридорах больниц становится людно. Желающие обезопасить себя от инфекций идут за порции лекарств. Однако торопятся у колодца далеко не все. В ожесточенном споре между медиками и теми, кто пользу прививок отрицает, до сих пор не поставлена точка. Первые настаивают на вакцинации как панацеи отряда смертельно опасных заболеваний. Их оппоненты категоричны в убеждениях, утверждая, введенный в организм препарат может подорвать иммунитет ребенка и повлечь серьезные осложнения. Буквально через несколько минут в этом зале не будет ни одного свободного места. В Екатеринбурге под эгидой Минздрава России пройдет конференция, где ведущие эксперты со всей страны расскажут о важности вакцины профилактики. Послушать ведущих федеральных экспертов в области вакцинации прибыли специалисты со всего Уральского федерального округа. Интерес к теме проявили екатеринбургские журналисты. Их, кстати, первыми и спросили, выступают ли они за или против такой профилактики инфекционных заболеваний. Мнения, к слову, разделились. Правда, активных антивакцинальщиков в аудитории не нашлось. Борцов с системой иммунопрофилактики врачи, мягко говоря, не любят, надеясь поставить активистам антидвижения прививку здравого смысла. Конечно, среди антивакцинальщиков есть люди, которые преследуют совершенно определенные цели, коммерческие цели. Это, скажем так, представители нетрадиционной медицины, это гомеопаты. Кстати, совершенно коммерческие цели. И, кстати, должен сказать, что совсем недавно в Канаде приняли закон, и Министерство здравоохранения обязало всех производителей гомеопатических препаратов указывать о том, что они не являются альтернативой вакцинации. Причем есть такие препараты, знаете, они называются нозоформы. Это ткани клетки переболевших людей от каких-то заболеваний, каких-то инфекций. И их, так сказать, позиционируют и у нас в Канаде, как альтернатива вакцинации. Так вот, они обязали, чтобы указывали на этикетке, так сказать, в инструкции, что это совсем другие препараты, что они не являются альтернативой. И что ни в коей мере не доказана их эффективность. А детям вообще запрещено их применять. Если говорить о вакцинации, то мы все время должны в голове взвешивать две вещи. Это риск инфекции и возможные риски вакцинации. То есть, нежелательные эффекты, как говорят в мире, или поствакцинальные осложнения, как говорят в нашей стране. Но риск инфекции понятен, потому что ни одно инфекционное заболевание, от которых мы делаем прививки, на сегодняшний день мы по-настоящему не лечим. Потому что лечение бактериальных инфекций, скажем, столбника, дифтерии, это сыворотка лошадиная, которая сама по себе опасна и, кроме того, не всегда эффективна. И люди все равно могут погибать. Вирусные инфекции, от которых мы прививаем, корь, свинка, краснуха, ветряная оспа, полиомиелит. Эти вирусные инфекции просто не имеем специфической терапии, поэтому тоже не можем сказать, что мы умеем их лечить. Поэтому на сегодня мы прививаем от того, что вызывает тяжелые осложнения, от того, что вызывает эпидемию и не лечится. Вакцины разные по своей сути. Они есть живые и неживые и работают они тоже по-разному. Поскольку это активный биологический препарат, когда мы вводим в организм, возникают ответные реакции. Они совершенно стереотипны у человека. Это инфекция, это аллерген или это вакцина, реакция будет абсолютно стереотипной. И в основном она заключается в том, что организм на все реагирует лихорадкой и интоксикацией. Это норма, если можно так сказать, норма ответа на чужеродное. Это может быть после любой прививки. Другое дело, что в крайне редких случаях возникают действительно вещи, которые мы называем осложнением, то есть заболевания, обусловленные вакциной. Они все хорошо изучены, они все известны и чистота их тоже известна. Николай Иванович убежден, вакцинация эффективнейший инструмент решения демографической политики и снижения смертности населения. Свои слова он подтверждает примерами. Так, благодаря иммунизации международному сообществу удалось достигнуть глобальной ликвидации ОСПы. В большинстве стран мира удалось победить полиэмилит. Сегодня у нас где-то более 46 инфекций мы можем управлять с помощью вакцинации. Более 100 вакцин, 500 разрабатывается. Вакцины совершенно другого поколения. Сегодня уже мы ставим задачу лечебные вакцины, онкологические заболевания и целые аллергические заболевания. Соматические заболевания оказываются многие инфекционные природы. Поэтому вот эта фантастика, которая описана там где-то, она мы сегодня живя, мы живем в этом времени, в этом времени. И тем более, еще раз подчеркиваю важность вакцинации, то, что сегодня вот те, так сказать, надежды на антибиотики, на препараты антимикробные, они, она, кстати, уходит. Эра антибиотиков уже закатилась ежегодно, вот последние годы умирают более 6 миллионов детей до 5 лет. Это огромная цифра. И из них полтора миллиона, то есть 20%, это те, которые, в которых есть хорошая вакцина, то есть, которые можно предупредить полностью. Да, в основном это страны развивающиеся, юго-восточные, африканские регионы, но не все хорошо и в странах европейского региона, и есть проблемы у нас в стране. Последнее время, пожалуйста, даже кое-казалось, да, инфекция, которая прекрасная вакцина и так далее. И во многих странах мира, и в России, увеличение заболеваемости. Да, предупредили, смотрите, за 15 лет вакцинация от кори предупредила где-то 15-16 миллионов смертей. Но болеют все равно по-прежнему более 20 миллионов. И за один год только 145 тысяч смертей. Во всем мире прослеживается тенденция роста смертности от пневмонии. Сейчас медики активно пропагандируют вакцинацию против пневмококовой инфекции и гриппа среди особенно уязвимых групп населения, в частности, пожилых людей и детей. Конечно, сейчас Россия делает разработки вакцин не этого поколения, а другого поколения. Понимаете, потому что мы не можем повторять то, что делается сейчас еще лучше. Та же вакцина против ветрянки, разрабатывается новая вакцина. Вакцина против пневмококу, новая белковая вакцина. То есть, чтобы опередить уже времени. Дальше, как они, вакцины, апробируются? Вакцины сначала апробируются все на животных. Это доклинические исследования. Это тоже многие разработчики. Второй идет, вакцина апробируется, три фазы называется. Первая фаза, которая доклиническая, она делается только в стационаре. Первая фаза, вот в Санкт-Петербурге это и есть клиническая. На взрослых. На взрослых. На взрослых. Все сначала на взрослых. Где-то на 20-40 человек апробируется вот эту вакцину. Дальше, второй этап, если получили, даются отчеты, что там получается, что не получается. Второй, если получается разрешение, это отчет дается в Минздраве, получается разрешение на вторую фазу. Вторую фазу уже делается уже не... Кому одну дозу, кому две дозы делаются. Дальше, два-три года. Потом идет третий этап, который называется полевые, которые на 3 тысячи, 5 тысяч, 6 тысяч применяются в определенные регионы. И после этого, как получаешь, что вакцина безопасна, иммуногенна, тогда только она выходит на практике. А потом второй этап начинается, уже для детей. Как у детей. То же самое. Поэтому говорю, что создание вакцины применной практики проходит десятилетия. Если взрослый человек заболевает гепатитом А, то смертность увеличивается по сравнению с ранним возрастом в 20, по-моему, раз. В 25 раз. Да. Значит, если взрослый человек заболевает краснухой, ну, женщина, предположим, во время беременности, это или аборт в лучшем случае, в худшем случае, это рождение ребенка с уродствами, с врожденной краснухой, или с энцефалитом, или с другими врожденными пороками развития. Ветрянка у беременной женщины. Ребенок, если мама заболела во время беременности, рождается или с врожденным энцефалитом, или тоже с уродствами. А если перед родами, то это врожденная ветрянка, которая в 50% случаев у новорожденных заканчивается летально. Даже 60-е. Даже 60-е, пожалуйста. Ну, кроме того, что такое ветряная оспа, это на всю жизнь остается у нас вирус, жить в ганглии спинного мозга. И как только иммунитет ослабевает, или мы приближаемся к серебряному возрасту, это появляется герпес, опоясывающий герпес, опоясывающий лишай. Слышали такое, да? Это болевой синдром на многие годы, иногда боли в спине хронические, это вовсе не радикулит, а это вот именно это, то, что нас посетило в раннем возрасте. Ну, какой вам еще привести пример? Например, корь, да, корь вызывает действительно очень тяжелые осложнения у взрослых, потому что это иммуносупрессивные заболевания, начинают формироваться или аутоиммунные заболевания, или тяжелые бактериальные, иногда септические состояния, до летальных исходов. То есть, если взрослый не привит, риски заболеть и заболеть тяжело у него могут быть даже выше, чем у детей. В федеральном законе об иммунопрофилактике инфекционных болезней прописано. Вакцинация – исключительно добровольное профилактическое мероприятие, поэтому отказ от прививок – личное дело каждого гражданина России. Однако, пускать или нет непривитых детей на занятия в школы и дошкольные учреждения – вопрос открытый. В Госдуме чиновники выступили с предложением обязать прививаться хотя бы от кори и полиэмилита. Даже если будет принят такой закон, то это, ну, если люди не будут понимать необходимости прививок, они будут искать лазейки. Как найти способ, чтобы своего ребенка все-таки не привить, если они считают, что это плохо. Поэтому, с моей точки зрения, гораздо важнее, может быть, закон принять другой, закон об ответственности родителей. Если их ребенок не привит, и он заболевает инфекцией, чтобы они несли ответственность за это, материальную какую-то ответственность. Потому что во многих странах это действительно существует. Например, не оплачивается, ну, или больничный лист, или, скажем, не проводится бесплатное лечение, а его оплачивают сами родители. Если можно было предупредить инфекцию, родители этого не сделали. Ну, я больше люблю демократический подход, когда человек понимает, что ему нужно, и он это делает. Когда-то в России существовала обязательная иммунизация, декретом обусловленная, это была профилактика натуральной оспы. Действительно, был декрет России о том, что все должны быть привиты. Это позволено ликвидировать оспу в нашей стране, одной из первых в мире. И выступить даже инициатором такой программы ликвидации оспы во всем мире. В 2015 году в Свердловской области было выполнено около 7 миллионов профилактических прививок. Последние годы против гриппа прививается около 35% населения области. Медики уверены, такая активность граждан служит сдерживающим фактором для эпидемического распространения гриппа в регионе.